если вы смотрите это видео то возможно со мной случилось что-то достаточно плохое у вас есть представление кто это все организовал очень сильно ошибаетесь то чего вы не знаете это организация вашего похищения и переброска на территорию существуют истории которые меняют и переворачивают все маленькая крупица информации которую ты узнаешь с большим трудом осознаешь и только потом медленно постепенно понимаешь все что ты знал все твои представления твое понимание о том как устроены вещи этого всего больше нет и ты как дурак с открытым ртом смотришь как рушится эта твоя старая картина мира те кто казались добрыми выяснилось что злые то что казалось правдой теперь видно что абсолютная ложь тот кто представлялся союзником оказался врагом который хочет тебя убить такие большие сложные истории случаются редко с нами такая произошла в июле этого года я понимаю что для многих зрителей все что я расскажу дальше может показаться невероятным такого просто не может быть особенно для тех кто следит за российской политикой за оппозиционной политикой для тех кто участвует в этих всех съездах конференциях подписывает декларации работает или даже получает деньги от наших сегодняшних героев много раз на протяжении этого ролика вы будете хвататься за голову и кричать да прекратите так просто не бывает но так бывает и ровно для того чтобы никаких сомнений не оставалось я расскажу вам в мельчайших подробностях о том что с нами произошло что мы делали как реагировали шаг за шагом я проведу вас за руку по всем этим событиям а потом мы вместе будем думать что делать дальше итак июль 2024 года у нас как у любой организации есть корпоративный имейл он висит у нас на сайте ну знаете такой общий ящик инфа собака фбк честно сказать на него редко что-либо интересное приходит в основном это какие-то запросы на интервью общие вопросы или просто спам но 5 июля туда пришел достаточно интересный имейл я прочитаю вам его полностью добрый день вы знаете кто проплатил и организовал нападение на волкова вы знаете что планировалось его похищение и переброска на территорию рф а кто организовал и проплатил провокации с макетом шизо а я знаю и могу доказать есть переписки а главное аудио записи с заказчиком и вы его знаете и даже дружите я буду говорить только с волковым или певчих целом жизнь за последние 15 лет как-то научила с недоверием относиться сходящей информации но в тот момент когда ваня мне это прислал это был вечер по моему 8 июля или 9 июля я был дома у себя у меня не было никаких дел и как раз у меня было буквально вот несколько минут свободного времени и я у меня был какой-то такой порыв души возьму и позвоню чет меня убудет что ли ничего не будет я просто не долго думая даже не поставив на запись звонок взял и набрал телефонный номер указанный в имени через 30 секунд я уже понял что это что-то интересное и запись конечно же включил по моими макета шизо навального избиение у вас молотками и то чего вы не знаете это организация вашего похищения и переброска на территории рф по договоренностям с питерским фсб с питерским интересно что с питерским а теперь самое главное у вас есть представление кто это все организовал ну мы всегда исходили из того что это фсб организовывает очень сильно ошибаетесь его сейчас вам придется поверить мне нос он спросил меня знаю ли я кто за всем этим стоит я сказал ну как мы всегда считали что это разумеется фсб путин кремль российская власть российские спецслужбы он стал нет я вас наверно очень удивлю но за всем этим стоит леонид не если есть переписки которые не просто переписки есть голосовые сообщения в этих переписках есть аудиозапись в общей сложности более там чем на два часа и так давайте разбираться сначала контекст на леонида волкова полгода назад 12 марта напали его подкараулили вечером у дома и избили молотком перелом руки множественные ушибы ноги несколько недель он лежал или ходил на костылях нападавших задержали достаточно быстро ими оказались какие-то польские качки общий консенсус был в том что заказал нападение кремль путин фсб гру ну что тут этой серии и вот теперь мы слышим сильно другую достаточно шокирующую версию нападение заказал леонид нефтен это имя наверняка забытое многими вырывается в нашу жизнь прямиком из лихих 90-х невзлин это ближайший соратник михаила ходорковского они неразлучные на протяжении уже почти 40 лет соратник друг партнер коллега и кошелек ходорковский сказал я ушел из бизнеса я нахожусь в тюрьме да вот что сказал ходорковский я ушел из бизнеса все что мне принадлежало и то чем я управлял будет передано другому акционеру это леонид невзлин в 2005 году в начале мы это юридически оформили невзлин это бывший олигарх действующий долларовый миллиардер и человек очень известный в политических кругах наверное вращаясь вокруг миллиарда потому что я ничего особняки долларов сша в 90-е 2000-е во времена расцвета юкоса невзлин был заместителем и правой рукой ходорковского отвечал в югусе именно тэпе за связи с общественностью параллельно пошел в политику был сенатором от мордовии еще был ректором университета ргг у 2003 когда ходорковского посадили невзлин уехал из россии в израиль невзли на ходорковский всегда были неразлучны но в наше время как минимум внешне диспозиция немного поменялась теперь ходорковский играет такую приличную публичную роль интеллектуала морального авторитета он выступает делает политические заявления подписывает декларации и ведет youtube они взлин вроде как дистанцировался от российской политики он вообще не считает себя больше русским он теперь вроде как израильтянин или украинец я честно вам скажу я русскую identity идентификацию самоидентификацию потерял он говорит и пишет вещи от которых глаза лезут на лоб честно не знаю как это назвать может быть расизм или русофобия или просто людоедство тупая русня орки и рабское быдло убейте русского вот этим всем кишат невзлинские соцсети достаточно странно читать такое от человека который родился и жил до 44 лет в москве был сенатором спонсировал выборы и вообще все свое состояние склотил там в россии на приватизации 90 поэтому развал россии это лучшее что может с россией произойти для внешнего зрителя невзлина ходорковский вроде как разделились разошлись на самом деле это абсолютно не так они как и были так и есть одна команда неразрывно переплетенная общими проектами целями поручениями и конечно же деньгами об этом чуть позже сам ходорковский называет невзлина больше чем родственникам вы для меня леонид борис это вот больше просто в общем давайте слушать что еще про невзлина нам рассказал наш неожиданный собеседник вас должны были забить молотками более сильно до инвалидного пресла и гораздо раньше чем это произошло это долго не происходило исполнители буксовали и могли добраться с этим следят постоянно за вами и за перчик вы увидите фотоотчеты все ваши дома машины и встречи как бы в ресторанах сидите ему онлайн и скидывались постоянно фотоотчет а мари смотри я бы вам рекомендовал не просто побеседовать а еще и поменять имя жительство и побеседовать о ее у нас есть фотографии смотри ее дома это не очень приятно да не очень приятно у него была идея фикс доснять каждого из вас спящими что похищение и вывоз в россию инвалидное кресло установка видеокамер в спальне нет у нас точно обманывают ну это просто невозможно первая мысль что это какая-то разводка или подстава ну какой-то фейк в общем а потом начинают приходить видео смотрите вот человек держит в руках телефон переходят дорогу впереди вы видите макет камере шизо в такой камере сидел навальный ну и ивана жданова директора фбк в которого кидают яйцами и что-то выкрикивают этот инцидент произошел в женеве в июне 2023 года мы писали об этом много в соцсетях и дело даже пыталась расследовать швейцарская полиция правда безуспешно нападавших не нашли ну вот прямо сейчас мы смотрим видео которое снял сам нападавший от первого лица достаточно убедительно согласитесь следующее видео снова от первого лица мы видим как человек быстро идет за женщиной с коляской он подходит кричит по-английски руки прочь от россии и пытается ее ударить теперь объясняем женщина на видео это александра петрачкова это жена известного экономиста максима миронова миронов очень активно ведет соцсети он часто выступает высказывается политически ну и высказывается достаточно риска дело происходит в аргентине буйнос-айресе в коляске десятимесячный ребенок александры и максима об этом нападении много писали сми нападавший задержан он оказался поляком и как позже выяснилось работал он на тех же самых людей что организовали нападение на волкова обратите внимание в статье инсайдера прямо написано на камерах уличного наблюдения видно что нападавший держал в руках телефон и вот нам присылают ранее не публиковавшиеся видео как раз этого телефона вы должны согласиться это выглядит достаточно убедительно и в комплекте с этим видео от первого лица нам присылают переписки как утверждается с леонидом невзлиным качество отвратительное кто-то снимает телефон на телефон но разобраться все равно можно вот например кто-то переписывается с аккаунтом под названием леонид невзлин и отчитывается ему мы нашли штаб фбк видели жданова видели волкова собеседник просит невзлина прислать какой-то текст по волкову а вот какие-то вводные от филеонида борисовича алексей навальный обещал бороться с режимом а сам не борется вот мбх ну это ходорковский каспаров гудков алексашенко кац это другое дело а ты навальный только бабло на всем делаешь и просит оживить концепцию что навальный работает на кремль просто чтобы поместить все это во временной контекст сообщения эти написаны в октябре 2023 года в то время как не взгляну из переписки просит продвигать идею о том что навальный пилит бабло и работает на кремль сам навальный сидит уже много месяцев безвылазно в шизо его пытают до его убийство остается 4 месяца сразу после этого еще более интересно много сообщений подряд с фотографиями разного оружия глоки пистолета макарова пистолеты пулеметы и следующее сообщение сразу волкова не было на митинге бильнюсе достаточно зловеще а дальше мы в первый раз видим слово посылка сегодня мы его услышим еще много-много раз это у них такое кодовое слово посылка это волков которого надо отправить в россию перетащить как-то через границу и сдать там в фсб чтобы его посадили по одному из десятка его уголовных дел посылка почтальоны коридор вот тут видите посылка возвращается адресату не совсем добровольно ну и дальше карты контрольно-пропускные пункты заверения что около наших домов установлены камеры и за нами следят вот еще один прекрасный эпизод не взгляну докладывают что один из тех исполнителей который участвовал в нападении на жену миронова в аргентине теперь летит нью-йорк чтобы попасть на публичное выступление леонида волкова там это 20 ноября не взгляну настроен скептично и сокрушается что исходный план с посылкой еще так и не получилось осуществить но собеседник его успокаивает не беспокойтесь волкова в нью-йорке и забьют и отберут у него документы не переживайте в результате все сделаем как намечено и посылка уйдет и дальше достаточно леденящая душу деталь невзленно озабоченно спрашивает но если волкова и забьют до состояния инвалидного кресла не помешает ли это отправить его потом в россию подрядчик говорит что если волков навсегда останется инвалидом-колясочником то с насильной депортацией его в россию не получится но постоянное инвалидное кресло даже тоже хорошо незлин соглашается в общем картина складывается достаточно убедительно но сомнений и вопросов все еще очень много это все еще может быть подставой может быть полным враньем что нам такой ситуации делать пытаться максимально объективно и хладнокровно оценить ситуацию для этого первое оцениваем качество информации может быть ли это враньем по сути видео нападение первого лица это самый главный аргумент в пользу достоверности таких ни у кого кроме нападавших и заказчиков быть не может но этого мало во всем массиве информации нам нужно найти любые детали которые можно перепроверить если они достоверны то это аргумент в пользу того что достоверно и остальное переписках чем незначительнее деталь тем лучше вот тут например ну какой смысл врате придумывать что некий испанский адвокат визитку которого мы видим в чате имел удовольствие завтракать ходорковским 16 октября это ничего не значащая деталь но ее можно проверить смотрим по открытым источником где был в эти дни ходораковский в мадриде замечательно вот еще источник присылает нам вид на жительство леонида невзлина в бельгии достаточно странно откуда вообще такой это может быть подделкой потому что невзлин много лет живет в израиле и все это прекрасно знают но смотрим и правда в конце 2020 года в брюсселе был зарегистрирован фонд cooperation for democracy foundation точно также называется фонд невзлина в литве учредители известные соратники невзлина зарегистрирован в той же коммунии excel в которой и выдан невзлинский внж не самое плохое качество информации но двигаемся дальше второе а как мы вообще можем понять что это невзлин на другом конце провода переписки можно поставить вообще любое имя как удостовериться что это точно он ведь номер телефона не видно ну никак по сути но давайте работать с тем что есть а есть у нас десятки сообщений от некого человека который подписан как леонид невзлин а еще и десятки сообщений от настоящего невзлина мне невзлин пишет в очень специфическом и узнаваемом стиле любой кто с ним переписывался когда-либо не даст соврать и в присланных нам записях стиль этот рассматривается но нас интересуют скорее такие вещи как пунктуация вот например в присланном нам чате видно что якобы невзлин странно ставит тире без знака пробила после слова смотрим настоящего невзлина переписки со мной тире или дефис ставится также одинаково выглядит смайлики двоеточие две скобки опять же слитно с предыдущим словом одинаково пишется время через двоеточие одинаково неправильно пишется слово твит с двумя т к этой переписке с невзлиным мы еще вернемся скажу лишь одно надо было сразу как только я получала все эти сообщения нести их в полицию трубить на каждом углу невзлин открыто угрожал волкову и чуть менее открыто мне он зачем-то писал что испытывает ко мне теплые чувства что не сделает наша организация ничего плохого кроме одного человека волкова если тот не изменит свое поведение но пока он обещает мне повременить подождать до разговора со мной разговаривать с ним я естественно не стала но вернемся к верификации третье что мы можем сделать попытаться вытащить из нашего источника как можно больше подробностей и информации просить прислать что-то еще просить какие-то еще доказательства и подтверждения которые дополняют картину четвертое нам нужно понять кто наш источник учитывая серьезность обвинений анониму в такой ситуации доверять точно нельзя 5 мы сразу решили чтобы мы не нашли как бы ситуация не развернулась мы будем аккуратно протоколировать каждый наш шаг и покажем все наши находки материалы нескольким никак не связанным с этим делом расследователям чтобы они просто повторили и пересмотрели всю нашу работу оценили все со стороны и подтвердили ну или не подтвердили нашего воды этими расследователями стали михаил моглов из проекта и христа грозе в который пишет для немецкого издания шпигель и инсайдера спасибо им обоим за проделанную работу выяснить кто наш источник оказалось сильно проще чем мы ожидали на следующий день 10 июля я позвонила ему под предлогом того что мне самой хочется послушать про то как следили за мной что со мной собирались сделать и на 45 минуте разговора он просто взял и представился его зовут андрей матус почитаю почитаю имя и фотографии этого человека определенно должны иллюстрировать статью википедии под названием мутный тип достаточно сложно объяснить кто он самое близкое описание его профессии решала вот прямо все как вы читали и слышали ходит такой человечек всем улыбается всех знает куда угодно может подскочить принести денег и уладить вопросик открыть уголовное дело закрыть уголовное дело порешать что-то с ментами наркотики подкинуть отмазать кого-то от подкинутых наркотиков ну вы поняли у матуса прямо плотная и крепкая связь с фсб и другими силовиками он даже фигурировал в знаменитом деле шакро молодого вы можете сами открыть популярный телеграм-канал вычега забить его фамилию и почитать решальщик дал денег одному дал денег другому еще раз этот сверх мутный тип работа которого давать взятки и коррумпировать чиновников и тем удивительнее что этот матус вдруг рассказывает мне что уже три года как он работает на ходорковского господи боже мой вскрикните вы да как так можно так как в оппозиционную либеральную организацию ходорковского которая провозглашает ценности демократии закона справедливости как туда мог затесаться такой персонаж какие блины услуги могут понадобиться ходорковскому от этого матуса но матус нам все очень подробно рассказал я на протяжении трех лет выполнял разные рода поручения и был таким помощником доверенным господина если коротко то работал это следующим образом со слов матуса у ходорковского есть глава его службы безопасности некий литовец которого зовут крис он же возглавляет расследовательская сми ходорковского досье у нежли на есть такой же доверенный безопасник роман железка какой-то бывший израильский силовик и вот как-то эта комбинация работает что-то матус делает для ходорковского и криса приносит материалы для расследования центра досье по его словам что это делает с романом и не взглянем сначала какие-то безобидные вещи ну типа узнать что происходит в тюрьме с осужденным на пожизненное алексеем пичугиным это их коллега по югусу потом какие-то менее безобидные например вытащить из российской тюрьмы родственника не взгляно или наоборот посадить кого-то кто например давал против не взгляно показания это повторю еще раз то как описывает свою работу матус мы все что было можно конечно перепроверили крис это крис чион из кучинска света он работает у кодорковского роман железка действительно существует они с не взгляну подписаны друг на друга в соцсетях их фирмы расположены по одному адресу и родственник не взгляну действительно сидит в тюрьме по-настоящему меня удивила лишь одна история проверить ее мы не можем но и не упомянуть тоже не можем поэтому просто послушайте как есть я вам с удовольствием скажу расскажу про переводы алексея царствования небесного переводы смысла ну между колониями вы сейчас цена леонид борисович в плотном контакте со следователем видеоколым романом он знал все что происходит ну буквально за несколько дней до того чем как узнавал но наверно в этой стране и вот и за пределами да это впечатляет нет я вынуждена вам сказать это все есть это все есть а насколько у него у него сегодня существующие плотные связи в структуру российской федерации которая позволяет ему узнавать статус перемещения максимально это просто тупо бабки простите это есть просто не совсем до своего понимания тупо ватки просто было там пол миллиона долларов узнать что происходит это был вопрос закрыть течение одной минуты видюков это главный исследователь по всем делам навального и фбк именно он сажал и продлевал сроки алексею всем нашим коллегам это буквально главный человек по нам в следственном комитете согласитесь впечатляет этот мой разговор с матусом длился полтора часа за которые стало абсолютно понятно что даже учитывая что доверие российскому решали чуть менее чем ноль сфальсифицировать выдумать с фотошопить такой объем информации такие детали просто невозможно конечно люди привирают конечно преувеличивают додумывают что-то здесь и там конечно настоящие мотивы матуса мы вряд ли когда-либо узнаем но сама информация которую нам рассказывает слишком похоже на правду несколько раз в разговорах он упоминал что у него есть не только в 10 раз больше переписок но и аудио запись его разговоров с невзлиным очевидно такая аудиозапись это ровно тот финальный решающий аргумент но это либо его голос либо нет все просто присылать эту запись матус отказывается но он был готов дать послушать ее лично наверное в конкурсе на самую плохую идею идея поехать в страну не в евросоюзе чтобы встретиться с неизвестным человеком с очень спорной репутацией связями за фсб заняла бы достойное место но мы это все равно сделали леонид волков и иван жданов назначили встречу с матусом в черногории менее чем через 48 часов мне очень хотелось ехать но потому что это безумно интересно узнать кто хотел убить и искалечить леонида летим с леонидом на встречу с каким-то жуликом нас могли похитить нас могли отравить нас могли как-то скомпрометировать все-таки мы встречаемся с представителем фсб впервые в жизни как только мы его увидели в аэропорту сразу стало понятно что он один он сам оглядывается что вроде бы на первый взгляд ничего не готовит такого что тебе может угрожать его рассказ был достаточно последовательным он рассказал что он несколько лет работал на михаила ходорковского но решальщик за фсб у него естественно есть какие-то связи и есть какие-то какие-то источники информации которые он рассказывал михаилу ходорковскому и его центру досье его информация стала основой для нескольких расследований одно из них про расследование про яна марсалека вот какой-то момент крис попросил макус помогать не только ему не только ходорковскому но и помогать не взгляну в некоторых вопросах я приезжаю очень известный бедах это бед исполнитель всех черных задач мы просим прощения за качество аудио волков жданы поматус сидят в кафе там играет громкая музыка и записывается все из-под полы но смысл все равно уловить можно если нет не взгляну он заказал избиение похищения волкова и есть организатор которому это поручили человек в риге как его называет матус ну на самом деле этого человека зовут анатолий блинов он и нашел этих исполнителей этих спортивных гопников из польши которые били волкова молотком но результатом не взглян оказался недоволен и не заплатил за работу обещанные 250 тысяч долларов они разругались начали друг друга шантажировать скандалить и матуса просят решить вопрос отобрать у поляков и блинова все их телефоны с записями чтобы у них не осталось никаких доказательств причастности нет ли на таким образом эти переписки которые мы вам показывали и оказались у матуса а потом и у нас типа мы работу сделали все вот он мне надо было чтобы он там воробьян были крутил а в этом фильм осенька поставить на это время находит видимо касану камень и они от него сливаются то есть вы рассчитывали что он сейчас на цепь им поплавить 250 тысяч 150 должны были забрать эти исполнители ну и грубо говоря все испариться в какой-то момент он предлагает подняться на второй этаж этого заведения и там послушать запись мы поднимаемся на второй этаж он достает телефон и включает запись некого и телефонного разговора и становится понятным это абсолютно точно леонид невзлин в общем я забрал вот этот весь эпизод по этой истории по аргентине такой неприятный вам напрямую или роману все-таки все отправлять можете отправить это переписка про эту историю про аргентину то есть он расстраивается как бы ему обещали вмяться грубо говоря там писали что у нее сотрясение мозга что на головой об основу и ударил типа на самом деле оказалось просто испугали там безусловно полноценную фонологическую экспертизу записи такого качества сделать сложно однако без каких-либо сомнений голос и рисунок речи очень похожи это самое то будет нормальным это самое каждый раз это самый советский союз стиральные машины как это самое потом сказать это самое время исчерпалось это наказание это не означает что для одного конкретного спутника хорошо все все нормальные образованные для зарубежных и в россии то уже я тебя не достану невзлин давал подробные технические инструкции по тому как делать бэкапы записи телефона как их передавать в дальнейшем он в этом телефонном разговоре обсуждает вопрос что делать с исполнителями кто выполнял его поручение по избиению волкова он забавно там придумают что необходимо на них самих потом возбудить какое-нибудь уголовное дело госизмену или шпионаж как-то их подставить под эти дела на что наш решальщик из фсб предлагает просто им подкинуть наркотики это же очевидно там будет предательство родины много раз но у нас другой сценарий на самом деле это внутри сценария это не другой сценарий это все внутри того что обсуждается я понял я имею ввиду у нас как бы парковочное место под другим номером под 228 когда мы слушали это где запись все раскладывалось по полочкам потому что там последовательно упоминаются те слова которые мы видели на скриншотах слова и смысла например упоминает коридор это проход через границу провоз леонида волкова посылка опять же это леонид волков они упоминают аргентину контексте совершенно становится очевидным нападение на жену максима миронова они упоминают инструменты консекции покупки оружия в европе и это железобетонные доказательства которые произнесены голосом леонида невзлина оригинал записи с голосом невзлина этим разговором полностью мы к сожалению так и не получили как это и бывает когда ты ведешь дела с такими мутными персонажами как этот матус какой-то момент он просто испарился он быстро понял что продать нам все эти материалы не получится у нас просто нет столько денег сколько мне нужно а кроме денег его интересовали только визовые вопросы уехать куда-то залечь на дно получить документы мы долго и настойчиво предлагали ему лучшее решение вопроса публичность просто взять и рассказать о всей этой истории от первого лица дать показания стать официально свидетелем в деле по избиению волкова который расследует польша получить официальный статус и возможно попасть под программу защиты свидетелей со всем этим мы были готовы ему помочь ведь без его показания и самих этих телефонов раскрыть эти преступления полностью будет сложно но нет наобещав нам что он вот-вот все решит заберет телефон и привезет вот буквально надо пару дней подождать естественно пропал просто перестал отвечать на сообщение через несколько недель мы увидели его материалы на сайте russia today в целом примерно понятно что с ним произошло но тем не менее он успел рассказать и показать нам достаточно много интересного например что один из способов отправки посылки то есть волкова в россию был морем они собирались арендовать два судна и из риги дайте видимо до финского залива эта переписка со второго аккаунта невзлина он называется арье бар ам на иврите это значит лев сын народа на аватарке мешочек с долларами мы обнаружили что под таким же именем номер настоящего невзлина указан у кого-то в записной книжке а также старый аккаунт в твиттере который называется тоже арье бар ам пользователь с таким именем поздравляет с днем рождения дочка драковского комментирует его твиты а также угрожает каким-то симметричным ответом политологу федору крашенинникову который чем-то задел подорваться в этой переписке все еще более однозначно и сообщение адресованные именно леониду невзлину и вот невзлину присылают документы о юридической регистрации фбк отчетность адрес телефоны а он отвечает что мбх ходорковский все проверил и это действительно фбк дальше невзлину присылают фотографии якобы моего и волковского дома в вильнюсе фотографии моей машины и подтверждение того что они ждут удобного момента для встречи невзлин ставит класс тут наверное стоит уточнить что на фотографиях просто какой-то случайный дом вильнюсе в котором не я не волков ни разу в жизни не были и машины у меня нет и не было вечно проблемы исполнителя невзлина постоянно обманывают его подрядчики тянут из него деньги и выдают фотографии случайных людей издалека за наши фотографии ну и хорошо на самом деле кроме этого мы обнаружили и другую спецоперацию снова против нас невзлин с блиновым за взятку открывают уголовное дело против бывшего исполнительного директора фбк владимира ашуркова дело в риге обмениваются файлами обсуждают процедуру и местных рижских прокуроров которые им помогут я бы посчитала все это фигню и очередным способом вытянуть из нет ли на деньги но владимир ашурков мне рассказал что в марте этого года его в лондоне действительно вызывали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу кроме британских правоохранителей на опросе присутствовали два следователя из полиции латвии и прокурор районного суда города риги что еще вам рассказать вот тут невзлин пишет что у него есть какие-то хакеры в штатах которые троллят фбк ну замечательно или как вот насчет такой истории помните ростислава мурзагулова мурзагулов работал в правительстве башкортостан когда давили на чанушево на штабы ты его назвала наглым жуликом который всю жизнь просидел на побегушках не хочу использовать другое слово у путинских чиновников а теперь работает у ходорковского мурзагулов не мой сотрудник так откровенно говоря и да это вот кто ему платит зарплату ну видимо он сам себе или кто-нибудь еще я я тогда им предоставлял грант ростислав мурзагулов это такой скандальный сотрудник ходорковского бывший помощник главы башкортостана хабирова мурзагулов активно участвовал в травле и вранье о нашей коллеги лили чанышевой который потом в результате посадили на 8 лет а ходорковский после всего этого взял его к себе на работу отдал ему свой огромный youtube канал открытые медиа где мурзагулов занимался какой-то откровенной дичью такое же вранье как когда-то он распространял про лили чанышева он распространял теперь про волкова целом волков это такой имитатор оппозиционного движения он по сути часть путинской системы а правда что твои и маши певчих доходы в месяц исчисляются десятками тысяч евро причем черным наликом а правда что ты делал в жизни очень своевременные и полезные вещи для игоря ивановича сечина ну а в перерывах между такими роликами вместе со своей девушкой они вели стримы и обсуждали не стоит ли начать делать на канале ходорковского секси контент ульяна хочу тебе показать там кто-то спрашивает будешь это делать еще такой секси контент я думаю что чё нет да я закончу в недавнем интервью юрий дуть спрашивал ходорковского о мурзагулове и михаил борисович всячески отнекивался мол он не платит кто платит не знает вообще ничего не знает не следит не смотрит и так далее дуть спрашивает ходорковского ну может быть мурзагулов это сотрудник невзлина тогда вы сказали мурзагулов не ваш сотрудник я так паунд сотрудник леонида невзлина не ай-яй-яй михаил борисович именно леонид невзлин и его собеседник анатолий блинов на протяжении долгого времени занимались оформлением видов на жительство и для мурзагулова и для его девушки ульяны трегубчак с которой они вместе собирались делать секси контент на канале открытые медиа тот же самый блинов который организовал покушение на волкова возится с их визами и документами ну а канал ходорковского открытые медиа пару недель назад переименовали в невзлин медиа это просто несколько отдельных историй которые можно рассказать вот в таком формате в относительно коротком ролике устно матус нам рассказывал гораздо больше про то каких именно журналистов невзлин себе скупил про его карманную суту project это такой телеграм-канал помойка который кажется существует только для того чтобы мочить фбк про то как он заказывал нападение просто на нашу саму инсталляцию шизо в вильнюсе ее облили какими-то нечистотами и пробовали поджечь про все это мы и так догадывались но было очень интересно получить подтверждение на самом деле в этих переписках и разговорах бездна параллельно с тем как невзлин пытается де-факто убить волков и разгромить команду навального они с блиновым проворачивают какие-то отдельные диверсии против других олигархов гусинского они пытаются лишить испанского гражданства опубликовать какой-то компромат на авина и фридмана отнять у них какие-то там доли всю эту меж олигархическую возню мы оставляем за скобками как один олигарх мочит другого нам вообще не интересно и молотками все же избивают не их а нас в одной из переписок которые мы получили позже я увидела то что наверное полностью закрывает вопрос аутентичности этого материала нефтлин переписывается с блиновым и присылает ему скриншоты моей личной переписки с ним понятно что она может быть только у двух человек у меня и у невзлина все слова записаны пишет он блинову они и правда записаны леонид борисович вот у меня этот чат сохранился я спрашиваю там стоит ли невзлин за распространением фейков про якобы существующую бота фирма фбк а он уверяет меня что нет что он ничего даже не читал ничего не знает не понимает о чем речь что он вообще не занимается российской политики у него даже нету сотрудников которые занимаются вопросами русской оппозиции параллельно с этим ровно в эти ноябрьские дни организованная им операция по избиению вывозу волкова в россию сам разгаре многие из вас предположу сейчас находится в достаточно большом недоумении и это понятно ведь ни один нормальный человек наверное не может понять а зачем что вообще могло привести к ситуации когда представитель одной оппозиционной силы вроде как борец с путинским режимом заказывает фактически убийство другого откуда такая ненависть откуда желание не просто навредить а уничтожить может быть есть какая-то история какой-то контекст какой-то другой конфликт который может это все безумие жестокость объяснить но ничего такого нет истории наших отношений с невзлиным почти не существует мы едва знакомы я увидела его в первый раз в жизни в мае 2022 года он написал что будет вильнюсе и предложил встретиться мне совершенно не хотелось с ним видеться но с другой стороны обижать человека тоже не хочется ничего плохого он не на тот момент не сделал но на этой встрече он не дал книгу про себя и попросил передать ее леониду волкова тут даже надпись есть дарственная леониду волкову от автора с пожеланием успеха он как-то мельком сказал что у них с волковым что-то не сложилось что какое-то недопонимание и он очень хочет наладить ситуацию и дружить дарят книгу я видел невзлина до этого пожалуй что два раза в жизнь в 2019 году он неожиданно сам вышел на контакт я уж не помню через кого и предложил встретиться и у нас была встреча в роскошной квартире двухуровневой невзлина в иерусалиме напротив торгового центра мамила кто был знает это самый-самый центр самое люксовое место и мы обсуждали его политические взгляды через пару недель после этого мы запускали в первый раз умное голосование умное голосование на выборах в мосгордуму 2019 года этот проект столкнулся с очень жесткий критикой со стороны михаила ходорковского он публично выступил стал умное голосование всячески поносить и разносить да как вы можете поддерживайте всяких там коммунистов так делать нельзя алексей тогда ответил ходорковскому достаточно жестко что его стратегия осмысленная готов было ее отстаивать не стесняясь формулировка как обычно делает алексей и это внезапно привело к потоку совершенно хейтерских безумных матерных сообщений в адрес от невзгляна с которым мы за пару недель до того вот обменяем обменялись телефонами да что вы делаете да как вы смеете да я за мишу значит пасть порву миша мой лучший друг почему значит твой лёша так значит на мишу катит бочку да как он вообще смеет да что вообще происходит в каком-то таком стиле как будто ну мы были просто реально там какие-то это не знаю лучшие друзья ближайшие а я его предал то есть там был какой-то безумный поток мата угроз и оскорблений потому что мы посмели обидеть мишу я показал эту переписку алексею навальному он сказал просто не отвечая на это чисто я просто поставил это все в игнор и думать про это забыл год в моей переписке с невзлиным не происходило ничего примечательного несколько сообщений в обе стороны и вот 1 мая 2023 года начинается что-то сильно ненормальное сначала он просит у меня чтобы я урезонило волкова и заставила его помолчать и не лезть паблик потом он снова предлагает мне встретиться в вильнюсе пишет что никто об этом не узнает и в конце как раз-то прямая угроза леониду о которой я уже рассказывала вам всем ничего не грозит ну кроме него если он не изменит свое поведение я естественно просто игнорирую все эти сообщения дальше он ругает меня за инсталляцию шизо в праге потом шлет мне твит максима миронова согласитесь все несколько в другом свете сейчас предстает второй раз в жизни я вижу не злина на конференции в вильнюсе в мае 2023 года мария певчих выступает в панельной дискуссии которую модерирует сергей пархоменко и после завершения дискуссии посвященной независимой журналистике и журналистским расследованием встает находящийся в зале невзлин берет микрофон и начинает даже не задавать вопросы а с какой-то значит гневной филиппикой в мой адрес и в адрес марии выступать о том что мы все делаем не так какие мы мерзавцы какие мы плохие и так далее у этого инцидента сотни свидетелей однако до сегодняшнего дня публичное произошедшее никто не обсуждал это выглядело как какой-то припадок если честно невзлин кричал что-то про волкова про то что его надо уволить меня надо уволить что мы все предатели и жулики что внимание ему невзлину угрожает волков в тот момент волков который тоже был в зале резона спросил ну а как он мог угрожать если в последний раз они общались в 2019 году четыре года назад невзлин не отдавал микрофон и настаивал что он знает что мы готовим про него расследование никакого расследования пронедленно мы естественно и в помине не готовили тогда ну вот подготовили сейчас все ужасно сконфужены никто не понимает толком что происходит но в какой-то момент пархоменко как ведущий модератор просто реально отбирает у него микрофон и вся эта странная очень сцена заканчивается вот в этот момент я его видел второй и последний надеюсь раз в жизни и собственно тоже запомнил какую-то волну немотивированной ненависти в наш адрес который от него исходил конечно мы тогда не обратили должного внимания конечно мы просто посмеялись если честно забыли ну наорал на нас какой-то мужик на конференции делов то самых безумных фантазиях никто из нас не мог предположить что прямо в этот момент невзлин развяжет против нас подпольную войну будет запугивать нападать попробует посадить и убить волкова инвестирует тонну усилий чтобы уничтожить команду навального ты как это можно было представить вот его ближайший друг и соратник ходорковский одновременно с этим просто жить не может как хочет с нами дружить и объединиться просто уже спрятаться от его любви невозможно фбк должны подписать эту декларацию фбк должны вступить в этот альянс потом в другой потом в третий это то что он говорит постоянно и параллельно со всем этим невзлин заказывает поджог инсталляции шизо и закидывание его яйцами инсталляция шизо то что вам сделал леонид борисович она была посвящена навальному и пыточным условия в которых он сидел до самой смерти как вам это мешал это чем я предлагаю чтобы он сидел вот 10 лет ходорковский например да если его будут держать 10 и можно здесь хоть обыскаться объяснение на самом деле самое главное объяснение одно тупая бессмысленная ненависть политическая конкуренция ревность зависть которая приобрела больную даже психопатическую форму стоит ли мне допустим опасаться за свою жизнь леониду стоит ответ понятен мне тоже а кто-то ищет пудрят голову юлии навальный который заставили алексея вернуться в россию я вам объясню то есть вы просто понимали как 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 это должно работать вообще представление его меня так скажем да на тот момент то есть вопрос они в рюне вопросов фбк фбк быть не должно не будет ли они ненавидели навального живого а теперь ненавидит его наследие это ненависть в других бы случаях вылилось ну в злой текст или обличающий ролик но давайте не забывать о том с кем мы имеем дело это олигархи из 90-х и методами они действуют привычными депутата купить журналиста купить чиновника купить не продается но заплати больше не сработало найди компромат шантажирой уничтожай с помощью своих меди и ресурсов все еще не соглашается убей и невозможно на полном серьезе рассуждать что ходорковский не в курсе не знает и не понимает чем не взглян занимается не держите нас пожалуйста за идиотов ходорковский не взглян неделимы друг от друга ходорковский он необычный человек он для меня был и есть великий человек посмотрите был канал ходорковского открытые медиа одним днем просто взяли и переименовали и стал канал не взглян медиа были сотрудники ходорковского и стали сотрудниками не взглян а вот смотрите вот в этой самой книжке не взглян пишет я предложил михаилу создать фонд для расследования преступлений против журналистов но создал прекрасно а кто в него деньги-то кладет ходорковский другой фонд который не взглян вообще называет реализации своей мечты the hill foundation деньги в него тоже поступают из фонда ходорковского вот кто платит за мечту британское юрлицо открытой россии которая спонсирует антивоенный комитет и множество других проектов ходорковского возглавляет точка дарковского и дочь не взгляна она же до 2021 года была лицом контролирующим этот фонд хотя вроде как формально это фонд ходорковского при самом огромном желании просто физически невозможно провести линию где ходорковский а где нефтлин все их разделение и политическое дистанцирование это конечно же полная чушь просто есть хороший коп такой кот леопольд который хочет со всеми дружить а есть плохой коп он забьет тебя до полусмерти молотком и не просто и забьет он будет как безумец смаковать подробности требовать больше жестокости больше крови слез унижений для женщины муж которой написал про него неприятный твит для политика который не захотел с ним объединяться для его команды все должны быть унижены все должны быть уничтожены дать я просто скажу это вслух и громко леонид нефтлин опасен для окружающих он психически ненормальный человек уверовавший свою исключительность и вправо вершить судьбы и еще одну точку нам нужно поставить с этой осточертевшей темой про оппозиция не объединяется а только ссориться со всей этой абсолютно перевранной и искаженной истории про то что есть две склочные стороны одинаково нападающие друг на друга и так далее если вы следите за оппозиционной политикой вы точно это слышали а может быть и думали что это такое так вот нет всего этого не существует никто ни с кем не ругается и не ссорится есть одна сторона которая занимается оппозиционной политикой а есть вторая которая притворяясь союзником пытается другую сторону уничтожить и буквально убить по вашему заказу убивали когда-нибудь люди никогда не когда что будет дальше я не знаю что будет дальше учитывая что мы узнали об этом человеке его психическом состоянии финансовых возможностях предположу что невзлин попробует как минимум нас троих с иваном и леонидом убить что конечно не добавляет веселья и легкости в нашей жизни жизни и так уже со статусом террористов а следственно и статусом легитимной цели для уничтожения российскими спецслужбами и вы знаете как ни странно от понимания этой новой угрозы и новой реальности я не испытываю ни граммы страха я испытываю только отвращение и презрение я вспоминаю тот звонок который раздался ночью 12 марта и где по видеосвязи я увидела окровавленное лицо леонида волкова и услышала слова на меня напали меня избили мне нужна помощь я думаю о жене леонида моей коллеги анне бирюковой который пришлось из окна беспомощно наблюдать как избивают молотком ее мужа она ничего не может сделать она одна дома с тремя малолетними детьми что сделают с ними нападавшие если она откроет дверь я думаю в александре петрачковой которая виновата лишь в том что она жена человека который написал неприятный твит про невзлина и вспоминаю те скриншоты где невзлин после того как понял что ее били недостаточно сильно обсуждать организатором жестче я сказал надо жестче и унизительнее на коленях с кровавыми слюнями мне отвратительно думать о том что благодаря и невзлину и ходорковскому который как минимум его покрывает мы теперь навсегда оказались в реальности где случись что с любым противником путина всегда будет непонятно до конца это кремль это фсб или это опалоумевшие олигархи и позиционеры оказались недовольны тем что кто-то им отказался присягнуть и это страшная ситуация страшная и политически невыгодная настолько что у нас даже промелькнула мысль а может промолчать а может быть не публиковать это же так на руку путину его агенты будут теперь вдвойне спокойно орудовать европе если что-то пойдет не так ну скажут это не мы это невзлин но эту мысль мы от себя отогнали потому что правда это есть правда и как бы она кому-то не не нравилось мы вам обещали ее всегда рассказывать этому просто надо положить конец так быть не может и так не будет за деньги можно все уверены они но нет леонид борисович нельзя вы не цари и не боги и не решатели судеб вся эта скупка медиа ютюбов телеграм-каналов публичных людей которые по вашей указке мочат тех у кого получается быть лучшим политиком чем вы это отвратительно это низко компроматы слежки скрытой камеры сливы решала из фсб оставьте это все вместе с собой своих лихих олигархических 90-х нам это не нужно с нами это не работает мир изменился и люди изменились и на вашем насквозь прогнившем фундаменте где все продается покупается а конкуренция устраняется убийством прекрасной россии будущего никогда не построить мы известили правоохранительные органы стран в которых бывает леонид не взлин об информации которая нам стала известна мы готовы передать все записи все доказательства и дать показания в суде леонид не взлин должен быть арестован и предстать перед независимым судом за организацию похищения и покушения на убийство леонида волкова за организацию нападения на петрачкова и жданова он как и остальные причастные должен понести за это ответственность иначе это будет повторяться снова и снова и с теми кто ему не угодил и даже с близкими и родственниками тех кто ему не угодил мы призываем всех кто в любом качестве сотрудничать со структурами михаила ходорковского перестать это делать до выяснения обстоятельств и степени его личной вовлеченности и осведомленности о преступлениях человека которого он называет больше чем родственникам до его личных развернутых правдоподобных комментариев мы не можем себе позволить закрывать глаза на эту ситуацию в следующий раз на вместе с битого молотком волкова может оказаться любой берегите себя подписывайтесь на этот канал здесь говорят правду здрасте лен борис от маша певчих у вас будет минутка я прошу вас подтвердить вы волкова заказывали или нет это же очень простой вопрос избиение его до инвалидного кресла и потенциально вывозь его в россию это один вопрос вы это делали или нет вы заказывали на нападение на леонида волкова я не заказывал волкова не заказывал миронова не заказывал никаких коридоров он Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok